Крестный ход Меня очень любезно пригласила Анна Витальевна, она меня и в том году приглашала, но в том году у меня не было возможности приехать сюда. А вот в этом году меня владыка отпустил, благословил и сказал, что все будет хорошо. Так что я приехала сюда пройти крестный ход со всеми, кто здесь присутствует на этом празднике. Ну как бы соединиться в молитве со всем народом московским. В Спасском храме Силаусова прошла божественная литургия, которую возглавил митрополит Куртицкий и Коломенский ювеналий. Я хотел бы призвать Божие благословения на всех паломников, чтобы они получили от этого духовное утешение. И не только духовное утешение, но исцеление от болезней своих. Получили просимое, с чем они обращаются к Богу с молитвой. Именины Елизаветы Федоровны отмечаются 18 сентября. Вот уже восьмой раз крестный ход проходит ближайший к этой дате воскресный день. Организатор мероприятия «Фонд содействия возрождению традиций милосердия и благотворительности» Елисаветинско-Сергиевское просветительское общество, которое в этот день на территории Спасского храма организовал благотворительную ярмарку в поддержку Елисаветинских монастырей. Та ситуация, которая складывается сейчас в обществе, она требует определенного предостережения. Она требует неразрывной исторической памяти. Потому что мы должны быть, безусловно, терпимее друг к другу. Мы должны искать правильные решения, когда дело касается каких-то общественно значимых событий. Ежегодно верующие проходят по уникальному маршруту. Движение многочисленной колонны начинается от храма Ильи Пророка в Ильинском. Крестоходцы проследовали через старинные села Ильинское и Усово, которые когда-то входили в императорскую усадьбу. А также совершили переправу через Москва-реку, на плотах и по понтонному мосту. Продолжительность памятного маршрута – 5 километров. Люди шли с воодушевлением и улыбками на лицах. Мила Тросевич, Артем Ломоносов, телекомпания «Одинцова».